В прошлом фрагменте мы начали изучать виды научных методов, уделяя особое внимание контент-анализу. В этой части лекции мы продолжим их рассматривать. Достойным видом сбора информации является наблюдение. Наблюдение как научный метод – это не только целенаправленное систематизированное восприятие какого-нибудь явления, но и последующая фиксация результатов на бланке или в дневнике наблюдения с помощью кино, фото или радиоаппаратуры. Наблюдение позволяет получить срез знаний о наблюдаемом явлении или процессе в его динамике, позволяет как бы схватить жизнь, как она есть. Имея в виду наблюдение как метод изучения явлений, следует различать наблюдение житейско-эмпирическое и научное. Первые наблюдения – случайные, неорганизованные, заранее, основаны на интуиции и на субъективной оценке. Хотя надо заметить, что оно тоже полезно. Однако научным такое наблюдение назвать нельзя. К научному наблюдению предъявляется ряд требований. Оно обязательно должно быть целенаправленным, то есть иметь план, схему или программу. Оно должно быть систематическим, то есть должно проводиться регулярно или в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для изучения интересующего явления. Научное наблюдение должно опираться на объективно выраженные показатели, которые обычно указываются в программе наблюдения. Наблюдение может иметь различные формы. Оно бывает не структурированным, когда отсутствует детальный план наблюдения и определены лишь общие черты ситуации. Наблюдение бывает структурированным, когда есть детальный план наблюдения, инструкция и имеется достаточная информация об объекте. Наблюдение может быть системным, то есть проводимым с определенной периодичностью и не системным. Применяется также и простое наблюдение, в процессе которого наблюдатель не вступает во взаимодействие с объектом исследования, а фиксирует события как бы со стороны. Интересные результаты, однако, можно получить при включенном наблюдении, когда исследователь, например, работает или проживает вместе с исследуемой группой. К достоинствам научного наблюдения относятся Первое. Возможность изучать процесс или явление в естественных условиях его протекания. Второе. Изучение явления в его целостности. Основной недостаток метода наблюдения – субъективизм, который особенно проявляется при оценивании и интерпретации полученных исследователем данных. Метод наблюдения чаще всего используется для описания и характеристики непосредственно наблюдаемого поведения людей в разных ситуациях. Однако, для наблюдения недоступны системы ценностей, убеждения, взгляды, представления, мотивации и чувства. В таких случаях ведущим методом социологического исследования становится опрос. Опрос является, пожалуй, наиболее известным и распространенным методом сбора необходимой информации. Во всех областях знания, где для получения информации исследователь обращается к человеку с вопросами, он имеет дело с разными модификациями этого метода. Например, врачи, выясняя течение болезни и предыдущее состояние здоровья пациента, проводят опрос. Журналисты, педагоги, работники служб социального обеспечения и многих других сверхсоциальной практики используют этот метод для получения интересующей их информации. Основное назначение метода опроса – это получение информации о состоянии общественного, группового, индивидуального мнения, а также информации о фактах и событиях, отраженных в сознании опрашиваемого. Опрос также применяется в исследовании таких явлений и процессов, которые малодоступны непосредственному наблюдению. В качестве объекта исследования может выступать социальная общность, группа, коллектив или индивид. Необходимо учитывать, что данные опроса в любом случае выражают ли субъективное мнение опрашиваемых. Вследствие этого – ограничение в применении данного метода. Выводы из полученной в ходе опроса информации нуждаются в сопоставлении с данными, полученными другими методами, которые характеризуют объективное состояние изучаемых явлений. Существует несколько видов вопросов. Это прежде всего анкетирование и интервью. Анкетирование предполагает самостоятельное заполнение анкеты респондентами. Возможно, индивидуальное и групповое анкетирование, очное и заочное. Примером заочного анкетирования является почтовый опрос или опрос через газету. Каждая из перечисленных разновидностей метода имеет как преимущества, так и недостатки. Например, в случае почтового анкетирования возникает проблема возврата анкет и качества их заполнения. В качестве инструмента в этом методе используется социологическая анкета, то есть объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта исследования. Составление анкеты – это дело сложное, трудоемкое, требующее наличия определенных профессиональных навыков. От того, насколько качественно сформулированы вопросы анкеты, зависит надежность результатов. Отметим, что есть разные типы вопросов, выполняющие различную функцию. Виды вопросов в анкете в зависимости от формы представления бывают закрытые, полузакрытые и открытые. Закрытые вопросы предполагают, что респондент при ответе на вопрос ограничен заранее продуманными исследователями списком вариантов ответов, содержащихся в анкете. Закрытые вопросы могут предусматривать ответы только «да» или «нет», или быть с множественным выбором – более двух вариантов ответа. В закрытых вопросах очень важно правильно подобрать варианты ответов. Предложенные варианты должны охватывать все возможные ответы на поставленный вопрос. Однако они не должны ставить респондента в ситуацию, когда тот вынужден выбирать ответ из списка, где ему не подходит ни один из ответов. Если в силу очень большого числа вариантов ответов это невозможно, то перечисляются наиболее вероятные ответы и добавляется вариант ответа в скобках «другое» или «свой вариант». В таком случае этот вид вопросов называется полузакрытыми вопросами. Полузакрытые вопросы сложнее в обработке, но позволяют собрать более интересную информацию, нежели закрытые. Некоторые закрытые и полузакрытые вопросы могут подразумевать не один, а несколько ответов респондента на вопрос. В этом случае после формулирования вопроса респонденту сообщают, что он может выбрать более одного варианта ответа на данный вопрос. Иногда в анкетах используются вопросы под названием «открытые». Они не содержат вариантов ответов, а предлагают опрашиваемому самому сформулировать ответ на вопрос в свободной форме. Процедура обработки открытых вопросов достаточно трудоемка и заключается в следующем. Исследователи просматривают заполненные анкеты и распределяют схожие по смыслу ответы респондентов на несколько однородных групп. Затем в каждой такой группе исследователи присваивают определенные названия, которые отражают общий смысл ответов респондентов, попавших в данную группу. Например, проводят социологический опрос для выяснения отношения граждан к сотрудникам Дорожно-патрульной службы. При анализе ответов респондентов на открытый вопрос «Как вы оцениваете работу сотрудников ДПС в вашем городе?» исследователи могут выявить следующие категории ответов. Сложность обработки и качественного анализа открытых вопросов, в отличие от количественного анализа, компенсируется богатством информации, которую получают исследователи. Эти вопросы применяются в случаях большой неопределенности, когда у исследователей нет достаточной информации о бесследуемом явлении или процессе, чтобы заранее предугадать возможные варианты ответов на интересующий их вопрос. Существуют определенные правила и принципы конструирования анкеты. Давайте их рассмотрим сейчас. Они могут быть следующими. Первое. Вопросы анкеты должны иметь необходимые пояснения. Сколько вариантов ответов можно выбрать? Каким образом заполнить таблицы? Каким значком обозначить правильный ответ? Кружком, галочкой, подчеркиванием и т.п. Второе. Они должны быть оформленными в смысловые блоки. От более простых вопросов к более сложным. Третье. Они не должны превышать возможности памяти и компетенции опрашиваемых. Четвертое. Вопросы не должны вызывать отрицательные эмоции или задевать достоинства респондентов. Пятое. Они не должны навязывать им ваше мнение, т.е. мнение исследователя. Четвертое. Каждый пункт должен содержать в себе только один вопрос. Седьмое. Вопросы должны быть недвусмысленными, конкретными и пониматься респондентам однозначно. Иначе тогда, хотя ответы респондентов могут быть искренними, но о надежности результатов анкетирования говорить не придется. И последнее. Восьмое. Вопросы не должны быть перегружены вариантами ответов. Следующей разновидностью опроса является интервью. Интервью представляет собой личное общение исследователя с респондентом, когда он задает вопрос и записывает ответы респондента. В основе интервью беседа по предварительно разработанному подробному плану, в котором даются все интересующие исследователя вопросы в определенной последовательности и с заданными формулировками. Таким образом, роль интервьюера заключается не просто в раздаче анкет и обеспечении их заполнения респондентами, но как минимум в озвучивании вопросов анкеты. Существует несколько разновидностей интервьюирования. Прямое, когда исследователи непосредственно разговаривают с респондентом. Опосредственное, например, беседа по телефону. Формализованное, когда заранее разрабатывается вопросник. Сфокусированное, когда центр внимания и обсуждения ставится конкретное явление или факт. Интервью может быть также и свободным. Свободная беседа без заранее заданной темы. Как при интервьюировании, так и при анкетировании исследователи должны уделять особое внимание процедурам выборки. 1. Определить слои и группы населения, на которые предполагается распространить полученные результаты опроса, то есть генеральную совокупность. 2. Определить численность опрашиваемых, необходимую и достаточную для репрезентации генеральной совокупности. 3. Определить правила поиска и отбора респондентов на последней стадии выбора. Приведенный обзор методов не является полным, поэтому исследователь, исходя из специфики направления изысканий, может актуализировать другие методы изучения научной информации. Приведенный обзор методиатрик.